Итак, снова здравствуйте, дорогие зрители! С вами я, Алексей, и вы смотрите YouTube-канал Paradigm. Мы играем в игру Human Resource Machine. И давайте же продолжим, посмотрим, что тут мы не прошли. Нультерминированная сумма числа Fibonacci. В общем, ну, начнем с нультерминированной суммы, пожалуй. 21-й год. Скоро уже до моего возраста дойдем. Хотя это ж не его возраст, это то время, которое он работает в корпорации этой страной. Мы искренне верим в обучение сотрудников на работе. Знаете ли вы, что такое нультерминированная последовательность? Это очень старая технология, поэтому вы обязаны были ее знать. Вы можете задавать мне вопросы, если хотите. Или же вы можете воспользоваться любыми другими источниками информации. Пользуйтесь чем угодно, лишь бы работа была сделана. Ввод заполнен нультерминированными последовательностями. Что это такое, спросите меня, вашего начальника. Сложите все числа в каждой последовательности, когда достигнете ее конца, который помечен нулем. Выведите полученную сумму. Повторите для каждой последовательности. Ну давайте спросим. Что такое нультерминированная последовательность? Я расскажу вам. В строке есть список значений, таких как 1, 2, 3, 4, 5 или 4, 9, 9, 2. Но каким образом можно узнать, когда заканчивается одна последовательность и начинается следующая? Мы можем отметить ее конец чем-то особенным. Нулем. Здесь две нультерминированные последовательности. 1, 2, 3, 0, 9, 8, 0. Ну да, первая вот эта вот от начала и до нуля. Вторая вот здесь вот уже. Понимаете, как это работает? Порой последовательность может оказаться пустой. Здесь три последовательности. Заметьте, что та, что по центру, пуста. 1, 2, 3, 0, 0, 5, 0. Ну да. Ну, то есть, пустая она нам и не нужна, в принципе. И да, это значит, что последовательность не может содержать число 0, как ни прискорбно. Потому что у нуля есть своя особенная роль. Теперь мы знаем. За работу. Ну, надо вспомнить. Если честно, я день, по-моему, или даже два не играл. Выкладывал предыдущее, то, что я прошел. Нуль терминированная. Так. Так. Так, ну посмотрим. Ясно, нам нужно нолики отсеивать как-то. Ну, не в начале. То есть, 0 должен перезагружать заново нашу эту систему. Это, во-первых. А все остальное мы должны складывать. На самом-то деле это не так сложно, если подумать. Ну, то есть, ну, нам нужно инбокс поставить. Дальше, что еще нам нужно. Аутбокс, естественно. Также джамп. Ну, это логично. Если зеро, то он должен, короче, идти дальше. А если не зеро? Что-то я сейчас вспомню. То есть, ну, 0, он же условие у нас. Если 0, то давай перезагружай и складывай заново. Также, так как мы складываем, то надо add. То есть, если не 0, то складывать. Также нужно copy to поставить. Будем копировать, например, 0. Так. И add это, и copy from. Ой. То есть, copy to еще одно. Да, в 0. То есть, прибавляем и копируем. Хотя, блин. Но это на случай одного числа, я так понял. Интересно, очень интересно. Так. Вот так, по идее, идет. Посмотрим. А, у меня тут чайок. Я немножко простудился, поэтому попиваю его. А, и мы забыли о наших любимых вещах. Ну, я не знаю. Мы много уже чего рисовали. Давайте что-нибудь еще такое нарисуем. Чтоб прослабиться. Чтоб прослабиться. Стоп. А как и рисуется? По-моему, вот так. Я не помню, как буква и рисуется. А, не могу. Дебилы, бля. А, стоп. Можно, бля, отдельно писать. Это, короче, отрисовано моим подписчикам, которые не могут сами пройти эту игру. Ой. Не подписчикам, а тем, кто смотрит видео, скорее всего. Ну, хотя, не обижайтесь, в общем. Вы глупые, потому что вы родились такими. А я умный. Не всех злю этим. Мне это чертовски нравится. Так вот. Ну, окей. Мы, значит, смотрим. Вряд ли это, конечно, выполнится как надо. Но попробуем. Попробуем. А, нет. Нет, всё неправильно. Да-да-да, это всё неправильно полностью. Вот так. Попробуем теперь. Ой. Ад. А, ну да. Копи ту нужно. Ой. Сейчас будем мучиться. Так, ну, допустим. Ты берёшь. Копируешь сюда. Нет. Нет. Ещё один инбокс. Если зеро, естественно, мы куда-то добавляем. Если не зеро, то мы идём на инбокс. И прибавляем. Прибавляем. Так. Какой нафиг плюс ноль? Так. После инбокса. Вот так вот ставим. Да-да-да. Именно так. А, ну да. Дебил я, бля. Теперь зациклим. О, неплохо. Ноль. Но это не тот ноль. Ща ты должен шестёрку вывести. Молодец. Неужели выполню? Хотя, блин. Ну, просто у меня... Я решил не повторять своё старое, а сделать самому. Чтобы было что-то особенное. Так. Значит, двадцатку выводи. Я помню, я как-то это решал. А ну-ка, давайте посмотрим, в чём проблема. А-а-а-а. А-а-а. Если два нуля... Если два нуля, то нужно вывести ноль. Давить. Да, потому что это пустая последовательность. То есть, если пустая, то сумма должна быть ноль. Вот. Если у нас zero. Jump out box. И inbox. Тут нужно сюда поставить inbox этот. И если у нас тут zero, то делаем вот так вот. Я даже не знаю, как это сделать. Ещё один jump, разве что поставить. И если у нас zero, то мы copy from ноль. Вот этот. И короче, outbox. Если же нет, он прыгает. Потом копи ту ноль делает. То есть, что это за фигня? Я не там inbox поставил. Да. Бывает. Бывает, бывает, бывает. Как говорится, дебилы, бля. Можно как-то всё выбрать и потом перенести. Хотя, почему бы нам здесь и не оставить этот inbox? А потом посмотрим. Если не будет работать, то что-нибудь ещё сделаем. Конечно, как-то всё получается непросто. Моя прошлая система была получше, мне кажется. Стоп. Оно что-то ноль опять не определяет, да? И здесь, значит, ты ноль, значит, двойку должен вывести. Всё правильно. А в чём проблема? Так, стоп. 9 плюс 7. Короче, давай заново. В чём там проблема происходит? 8 плюс 4, 12. Всё правильно. Сейчас идёшь, выкидываешь эту фигню. Э, стой. Стой, стой, стой. Ты чё, выкинул какую-то хрень? Нужную совершенно. Двойка. А-а-а. А-а-а. Хм-м-м. Инбокса не нужно. Сюда. Вроде так. Всё, пошёл давай. Что? Там чё-то фигня была какая-то. Правильно ведь? Давайте по шагам сделаем. Так. Стоп. Шесть. Правильно. Теперь, допустим, два. И что же ты делаешь? Вот сюда, значит. Не должен ты выкидывать то, что не нужно выкидывать. Ну да, как-то получилось совсем нехорошо. Ну ладно. Я ведь индус или не индус? Вот теперь должно сработать. Во. Ага. Блин. Ещё один инбокс нужен. Так. If zero. Jump if zero. Copy from 5. Короче, давайте посмотрим, что ошибка какая-то будет. И так. Ага. 不要. Ну да. Требен. Ага. Три нуля. И что тут творится за хрень какая-то? Угу. Угу. Руководство ожидало увидеть ноль, но вывели пять. Плевать, плевать. Где тут проблема? Я уже не помню. Допустим. Вот. Берешь ты. Ну, здесь все в порядке вначале. Да. Теперь приходит ноль. Инбокс еще один. Угу. Копи-то ноль. Еще один инбокс. Если зеро, то джамп. Если нет, то ад. И сейчас через зеро должен он джампнуться. Нет, он просто должен джамп. Джампнуться, а потом инбокситься. И теперь, если зеро, то джампнуться сюда. Копи-фром ноль и аутбокс идет. И теперь, если зеро, то есть мы берем, если сейчас здесь зеро. А, тут три зеро нафиг. Хотя оно нам не помешает, я думаю. Это, этот ноль, я думаю, нам не помешает. Так, дальше прыгаем. Копи-фром пять. Нет, копи-фром пять не надо. А, ну да, надо. Ну, не обязательно. Просто аутбокс можно сделать. То есть, это не обязательно нам использовать. Если же это ноль. Все правильно. Дальше ты джампишься и идешь. Дальше идешь сюда, да. Копи-тул. Ноль. Капец, повезло что ли. Видите, получилось мы ноль скопировали, обнулили тут. Дальше инбокс. Если зеро, то джампнуться, но у нас не зеро уже. Значит, ад. Ту ноль. Потом копи ту. Потом джампимся. Опять инбокс. Ад. Копи ту. Инбокс. Джамп ту зеро. Ад ноль. Угу. 3 5 джампся Ну все должно выполниться Хотя и через жопу Реально это через жопу Можно все намного легче сделать Ну например Copy from 5 Вот это вот не надо здесь Потому что у нас и так 0 Потому что если бы не был 0 Мы бы сюда просто не попали То есть этот 0 нам не обязательно Использовать Если 0 то выводим Стоп Как это вы ожидали Увидеть 0 Аааа Если 3 0 то нужно 3 раза вывести Что это за хрень То есть вот эту вот всю фигню Нужно как то туда Короче я делаю как в прошлый раз делал Все Джамп То есть здесь должен быть джамп У меня в прошлый раз был Я попытался сделать по другому Но не получилось Дебилы бля Как говорится Копи 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 Походу. Так, Inbox. Jump Zero. Сюда куда-нибудь. Сразу давайте на... Куда оно будет джампиться? Вот на начало заново. Вроде так. Так. Здесь Add. То есть, если не Zero, то мы-то прибавляем. Все ясно. Копи-то 4. Ой, не 4, а 0. Ну да. Так оно и есть, 0. Тебе выпля. И джамп очередной. Вот это все можно выкинуть. Вроде бы. Сюда. Такая вот простая система. Ну, это если оптимизировать, скажем так. Так. И этот джамп, куда же его пристроить? Вроде сюда. А, ну да. То есть, первый раз, когда мы за это... В общем, это просто... Это просто оптимальная система. Ой. Нет. Нет, нет, нет. Давай заново. А, ну да. Оно сюда джампится. Берется. 0. Ставится. 8. А, все-таки 0 можно использовать. А можно его не использовать, да? Ну, тогда сюда придется inbox ставить. И это все усложнится. То есть, если не использовать copy from 5, то нам придется, типа вот... Да, вот здесь inbox идет. Вот так. Можно же? Можно же? Можно же? Можно же? Можно же? Или нет? Нет, это не то, не совсем то. Блин, я оптимизирую систему. То есть, оно же сразу прибавить не сможет. Copy to 0. Вот так вот. Попробуем. Не, не, не прокатит. Ха. Да, 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 да. Ну, та система рабочая. Если что, мы ее просто вернем и все. Так, смотрим. Ее можно просто сюда переместить. Нет, реально, этот нолик, он очень сильно помогает. Попробуем так. Ммм, да. Вот сюда, естественно. Ой, ноль забрал. Дебил, что ли? Реально, дебил. Ну, короче, пусть будет та система, которая была. Я, можно сказать, сдаюсь. Без этого нолика и вообще оптимизировать ее, я не знаю как. Так, смотрим. Инбокс, естественно, сюда. Копи ту вообще не нужно, по-моему. Да, все правильно здесь. И теперь, то есть, копи фром и копи ту. Файв. Эээ, файв, я сказал, блядь. Ой, извините. А, и да, джамп. Джамп сюда делаем. А вот это сюда. Все. Теперь все правильно. По крайней мере, раньше работало. Сейчас, может, и не сработает. Ну, вот, как вы видите, какая сложная система. Ну, нет, она кажется легкая, но на самом-то деле что-то изменишь и все. Это мне повезло, что я ее нашел. Итак, уже мы, не знаю, часа пол потратили на эту сраную головоломку. Да, пройти к лифту. Итак, следующее. Следующее. Пусть будут числа Фибоначчи. Числа Фибоначчи это первые два числа обязательно единицы. А когда, то есть, все последующие числа, каждое последующее число, это сумма двух предыдущих. То есть, третье число будет, сумма первых двух, это два, потом будет три, это два плюс один, потом будет пять и так далее. Я здесь вас не буду запаривать на самом-то деле. Я просто сейчас сделаю свою систему и все. Может, немножко попытаюсь попеределывать ее, но особо не буду с этим запариваться, потому что я до этого часа полтора мучился, чтобы эти числа Фибоначчи сделать. Это пиздец просто. Так, давай, и снова здравствуйте. Этот коридор только для продвинутых работников. Вы уверены, что хотите быть здесь? Эти ночные смены совершенно не обязательны, знаете? А еще они довольно тяжелые. И если вам будет нужна помощь, то я буду сидеть здесь, листая каталоги золотых спиралей. Золотых спиралей. Что это за фигня такая? И здесь на самом-то деле все будет довольно сложно. Так. Ну, давайте Inbox. Дальше Copita. Bump Up. Еще раз Copita. Bump Down. Еще вот так. Copita 0. Допустим. Bump Up 1. Bump Down 1. Copita 2. Дальше что у нас идет? Copy From. Outbox. Взять с двоечки. То есть скопировать с двойки. Какой Outbox? Стоп. Outbox'а здесь не нужно. Outbox'а здесь, мать вашу, не нужно. Здесь нужно ADD. Ну, хотя Outbox где-то нужен, поэтому оставим его. Копита. Еще Copy From. Так, не сюда, сюда. Ой, не сюда, сюда. Здесь нужна нам третья ячейка. И здесь кое-что еще нужно. Как раз в третью ячейку мы и будем засовывать. Все эти ништяки наши. Да, ведь? Да. Вот так у нас будет система идти. Copy From 2. Copy, так. Copy From. Вот здесь вот Outbox как раз стоит. Еще один Copy From. Уже 3. И Копита 3. Нет. В общем, не то. Не то, не то, не то. Это уже 4 будет. Копи тут 4. Потом Copy From 2. И что еще? И Копита 3, я так понял. Потом Copy From 4. И Копита 2. Если что, потом исправим. Ух, какой гемор. Out System. Потом нам нужно отнять. Чего-то от чего-то. А точнее, нолик отнять. И теперь Jump Negative и Jump Zero, я так понял. И просто Jump. То есть, если негативное или нулевое число, то тогда мы джампимся. Куда-то. Стоп. Вот здесь Jump'а не нужно. Вот здесь Jump'а не нужно. Да. Вот как раз отсюда мы и будем сюда, то есть, Jump'иться. А вот этот Jump' в самое начало. Я немножко ошибся. Так, и смотрим. То есть, числа Fibonacci до 18 нам нужны. Так ведь? Ой. А, да. Точно. Здесь не единица, а девятку нужно. Потому что... Ну нет, мы можем без нуля попробовать. Но для этого нужно... А может и не сможем попробовать. Нифига. Стоп. Я что-то переделал. Давайте... Но это будет сложнее. Хотя я же пытаюсь каждый раз переделать систему. Знаете, эта система... Ну... Только если девятку поставить вместо нуля, она будет работать. Ой, какого нуля нафиг. Стоп. Единица. Да. Здесь единица. А не ноль. И здесь добавляем копита 1. Вот так вот. Одну команду, в общем-то, берем. Но можно эту команду сэкономить. Я так понял. С помощью девятки. И, в общем, вот так вот. А, да. Потому что нам все-таки нужен ноль. Походу. То есть никак и не переделаешь. Интересно. Ну, может, конечно, можно. Как-то можете под видео написать, как. Можно модифицировать систему. Ну, если не модифицировать, то хотя бы как-то ее переделать, чтобы она была другой. Выстраданная такая система. А потом бам плюс 1 копита 2. То есть, да. У нас получается здесь, если будет больше нуля, то будет плохо. Будет неправильное значение. То есть, этот ноль здесь очень важен. Который позволяет практически все сделать. Так. Можно, конечно, ноль заменить как. Я покажу сейчас. Ну, в общем, будет фигня полнейшая. Заранее можно вот здесь вот создать ноль. Как это сделать? А, нет. Заранее не получится создать ноль. Вот это отстой. Да. Фигня, в общем. Так пусть и работает. Должно... А, нет. Оно не будет работать. Конечно. Так пусть и работает. Когда оно не будет так работать. Все вокруг этого нуля крутится, к сожалению. Да, вот видите, теперь все отлично работает. Вот, первые два числа Фибоначчи такие. Бах-бах. Бах-бах. И что-то много единиц дофига. Ну да, он же складывает. Ну, первая тоже единица идет. Ну, то есть вторая. Теперь двойка должна вывестись. М-да. Копи-фром, копи-ту, копи-копи-копи-ту. Копи-копи-копи-тошка. Это просто, блин... Пиздеть. Просто пиздеть. Полная жопа с этими числами Фибоначчи. Так что девятка очень сильно нам помогает. Ну и, в общем, все отлично! Ура! Мы победили! Последнее число, походу. Или нет? Еще предпоследнее. А, ну, нет. Не предпоследнее. Потому что... В общем... У нас просто второе число началось обрабатываться. Теперь вот... Я не помню. 18 это же оно, да? То есть аж до 18 теперь он будет просчитывать. Давайте подождем, а то это будет долго. Это, конечно, увлекательно. Ну или не до 18, а до 13. Потому что это будет больше 18, если следующее число Фибоначчи. То есть там получается 18... 13 плюс какое-то предыдущее будет больше 18. Следовательно, его не надо выводить. Капец, еще и не выполнены испытания. Ну, хотя я помню об этом. У меня и раньше они не были выполнены. Однако... Я не понимаю, как здесь выполнить испытания. Я даже более... Более это... Более объемно не могу выполнить это испытание. Что это за фигня? Ну, теперь давайте еще наименьшее выполним. И все. И, пожалуй, чтобы у меня мозги не испеклись, я не буду больше выполнять. Ну, это фигня. На самом-то деле это фигня. Просто я делаю уже, скажем так, по записанной формуле. Типа, что куда. Если бы я делал с нуля, то есть у меня на каждый из этих опытов, особенно на эти числа Фибоначчи, ушло часа три. Я практически случайно их нащупал. Ну, то есть как там их... Как их высчитывать. Чтобы уменьшить количество вредных выбросов в атмосферу, руководство запрашивает только наименьшие числа. Ну, вот здесь, кстати, легко довольно-таки. Наименьшие это довольно-таки легкие числа. Это упражнение создано исключительно для публики. Все результаты идут прямиком на свалку. Для каждой вводимой нультерминированной последовательности вы видите только наименьшее ее число. Повторите для каждой последовательности. Что такое нультерминированная последовательность? Спросите своего начальника этажом ниже. Ну, это я знаю. То есть, Inbox, CopyTo, Inbox, JumpZ. Я не знаю. Реально нет никакого желания делать это, ну, то есть... с нуля попытаться по-другому все сделать. Не так, как у меня написано. В итоге или получится так же, как у меня написано, или... или будет жопа. Короче, сап давайте. Jump Negative. Просто Jump. Copy From, Copy To. Еще один Jump. В общем, много Jump'а у нас здесь будет. Это Jump'а на самый верх. Вот это так. Вот так как-то. Ой, извините. Здесь Jump'а. Jump'а. Вот сюда. Да. Вот так ведь, да. Вроде да. Так. Jump, jump, jump. Куда же этот Jump'а у нас идет? Тоже сюда, походу. Да, это будет у нас такой хабик. А Jump Negative, куда у нас идет? Через этот Jump. Все. То есть, вот такая вот система. И еще, естественно, нужно поустанавливать тут индексы. Сап 1. Сап 1. Вроде же так. Так. Ой, стоп. Здесь нужен еще Copy-то. То есть, будет вычитаться. Я немножко пообъясняю и все. Ну-ка, давай. Вот. Восьмерку. Сейчас он будет брать второе число. Если оно 0, то должно что-то другое. Ну, не что-то другое. Должно Copy From 0. То есть, это конец нуль-терминированной последовательности. Если мы берем 0, то тогда мы выводим то, что у нас уже накопилось в нуле. А в 0 у нас будет склад вычитаться одно число из другого в нуле. Вот здесь как раз можно было бы что-нибудь там попытаться изменить, переделать. Но, если честно, уже первые две попытки у меня отбили это желание. Лучше все будет пусть по-человечески. Не буду изобретать велосипед. Саб 1. Так. Ну, отлично. И если негативное, то есть, если это число, которое... Из которого мы отнимали, оказалось меньшим, то тогда бы все заново пошло. То есть, вычитали бы уже из этого числа новое. А так мы это... Это, по-моему, если они равны. То будет заново. Да, в общем. Берем новое число и опять вычитаем его. Вот. Вместо большего его записываем. И вычитаем. Само из себя, да. Стоп, а что оно само из себя вычитается? Оно не должно само... А, оно из нулевого должно вычитаться. Блин, а и то, я думаю, что-то неправильно. Я тупанул. Ладно. Извините. Я вас пытался наебать. Даже повторить, видите, уже не могу свое. Так. Саб 0. Да, вот теперь правильно. Оно, то есть, вычитается и смотрим. Если положительное, значит, то число, из которого вычитали, больше того, которое вычитали. Если же нет, то наоборот, если оно отрицательное. То есть, если бы отрицательное, то copy from 1 и copy to 0. То есть, то, которое меньше, мы перезаписываем. А так оно заново пойдет. Inbox. Берем. Ставим на 1. Да, то есть, в ту ячейку, которая больше. И теперь будем опять вычитать. Видите, а теперь негативное получилось. И значит, мы с единицы переставим на 0. Число раз и сюда поставим. И опять заново пойдем. Но тут сейчас 0 случится. И мы с нуля, с этой нулевой ячейки, вынесем сюда. Так как оно было самым меньшим, которое у нас вообще за всю историю было. Ну и, в общем, теперь уже здесь все ясно. Как это работает. Безотказно работает. Вот такая вот фигня, блин. Ой. Ужас какой-то. У меня уже чай холодный. Сколько я кофе и чая выпил, пока я это все решал? Вы не представляете это. Не знаю. Это, конечно, вроде бы основы. Но такие основы нас даже не учили в университете. Кстати, один какой-то, извините за то, что я матюкнусь, но хуй написал под первой серией моего вот это вот прохождение, что вот, ты там виноват, все там в олимпиадах участвуют. Ну, во-первых, я не сказал, то есть я не живу в России. Это, во-первых, это то, чего он, похоже, уже не знал, и он типа, о, ты отечеству не помогаешь, лучше бы занялся чем-то, а то на наше образование гонишь. Да у вас там нет образования, то я не знаю. Так же, как и у нас, да. Я хоть сам и не жил в России, но знаю, что к нам много приезжали с Россией именно учиться, потому что там еще хуже, чем у нас. Там вместо того, чтобы учить чему-то там, тем более программированию, там учат всякое богословие и хуйню. Даже в каких-то, ну, то есть инженерных вузах, там вот этих вот университетах политехнических и так далее. Так вот, что за фигня еще? Ну, ладно, я забыл, я забыл, что я хотел сказать. В действительности нихуя они не учат, все надо самому учиться. Всему этому программированию. А, вот что еще, типа, там чувак какой-то забыл, как название, обмудсмен какой-то, сказал, что, типа, программисты России не нужны. Так что, если кто-то, россиянин, будет пытаться говорить, что, типа, ну, как он сказал, что, типа, вот, мы просто будем захватывать страны и заставлять программистов работать на нас. Мы не будем учить собственных, потому что это нам невыгодно. Ну, вот так вот он фактически и сказал, при помощи военного присутствия захватывать каких-либо людей, как и все остальное. Ну, и, в общем-то, прикол в том, что, извините меня, если они говорят такое, что они просто сами не хотят никого учить, не хотят это, чтобы их люди учились программированию, то какого хуя какой-то, не знаю, даже кто, какой-то, ну, ватник сказать, не знаю, ватник, не ватник. Ну, в общем, просто очень нехороший человек редиска говорит о том, что, типа, вот, ты сам виноват в том, что вас не учат. Ну, во-первых, как я сказал, я не из России, но если бы я даже был из России, то я бы его все равно забанил. Ну, и, в общем-то, я буду банить всех, кто будет нечто подобное писать под этими видео. А также планирую выпустить видео, в котором я буду показывать комменты и рассказывать, типа, насколько тупой человек, который написал этот коммент. Реально, есть очень тупые люди, которые меня задолбали. Поэтому всем пока, спасибо за просмотр, надеюсь, я помог вам решить какие-либо задачи. До следующих серий, не забудьте поставить лайк, пока-пока.